Хотел бы задать вопросы и сказать такую вещь. Если мы не поставим точки от И, в которых мы реальность, мы ничего не добиваемся, мы должны быть реалистами. И отдавать себе отчет, во что мы подкнулись. И если мой дорогой адыстат согласится с этой точки зрения, то я продолжу. Да, конечно. Сейчас созрело такое время, то я считаю, что сейчас уже можно, то есть не можно, а надо уже меньше слов заменить, больше дел. Поэтому в последнее время мы уже с друзьями, как бы с Кюрком, то есть очень большую работу проводим здесь, в Арцахе. Учитывая, что Арцах один не выберется из этой сложной ситуации без поддержки с Кюрком. То есть огромное спасибо те организации общественные, те руководители армянских общин в разных странах, которые отзывались, которые проявили готовность быть рядом с нами. И поверьте, это для нас огромная поддержка. Даже в духовном, моральном смысле мы удовлетворяемся именно такой поддержкой. Но здесь уже надо, уже, как вы говорите, перейти на уже более конкретные направления, конкретных делах, которые сегодня остро нуждаются, как бы есть направления, где можно особое внимание как бы уделить. Спасибо вам большое, спасибо огромное. Спасибо. Ну, находясь за тысячу милей от Арцаха, мне ничего пока не остается, кроме того, чтобы быть в контакте с близкими людьми, которые могут иметь лучшие идеи, что делать. И, допустим, я, например, пишу большое количество писем, давайте пойдем так, с лидером западных стран, разного рода организациям, связанным правами человека. Вы меня слышите, да? Да, да, да. Да, что-то разного рода организациями, которые занимаются антигенотерциальными вопросами. И, естественно, правительство Соединенных Штатов, конгрессменам и сенаторам здесь. Скажите, конгрессменам и сенаторам, почему такому количеству? Дело в том, что когда поддерживали признание геноцида армян в Соединенных Штатах, у них был консенсус, так называемый, со стороны Конгресса и со стороны Сената, и были большое количество конгрессменов и сенаторов, вовлеченных в понимание трагедии геноцида армян в Османской империи, в Западной Армении. И вот именно к этим людям, которые знают, о чем речь идет, я направляю свои более или менее стандартные письма, которые призывают их обратить внимание, потенциально грядущий геноцид армян в Арцахе. Значит, каждое письмо имеет на себе такую вот, как бы, лейбл, такую штучечку, которая говорит «Armian genocide alert», внимание, армянский геноцид идет. Значит, что хочу вам сказать, что, к сожалению, пока что я получил письмо только от президента Соединенных Штатов Чо Байдена, который сам подписал это письмо. Ну, это понятно, что это делается и в офисе. И ни одного слова по поводу Армении или Арцаха в его письме нет, или Азербайджана, оно очень витиеватое. Но говорит оно о том, что Америка понимает, где его друзья и где его враги. И будет делать все возможное для того, чтобы на земле существовал бы покой и мир. Ну, красивые слова. Вот до применения вооруженных сил. Это слова Байдена, письмо, «Больше я ни одного толкового ответа вообще о каждом не получил. О чем это говорит? О чем это говорит? Я не хочу ваше драгоценное время сейчас занимать моим анализом, о чем это говорит. Поэтому мне о многом говорить. Потому что у меня есть своя точка зрения по поводу того, что с нами происходит. И она может отличаться от точки зрения рядового Арцахца или рядового Арменина. Но я считаю, что столетиями, тысячелетиями существует внешняя сила, которая по весьма специфической и непонятной рациональному разову причине пытается уничтожить армянский народ. В данном случае, в 1915 году, эта попытка была сделана благодаря усилиям турецких скрытых евреев, которые называются «Дунмейс», которые натравили турков и курдов на изничтожение нашего народа по своим причинам. Их было слишком много, чтобы сейчас передавать. И в результате этой еврейской активности произошел этот кошмарный геноцид, который был выгоден всем, всему миру. Я повторяю, всему миру. Дело не в турках. Дело не в турках. Скажем, Германия, она открыто прикрывала, она открыто прикрывала геноцид армян в Османской перии. Средства, которые они выручили от продажи имущества армян и разграбления, были распределены через банки в Вене, в Австрии, значит, в Германию, и потом попали в Соединенные. Вы понимаете, мы не имеем дела с турками. Турки – это острие Копьяна. Теперь, возвращаясь к сегодняшнему дню, я еще раз говорю, раз мы с вами договорились, что мы будем говорить только правду, правда такова. Значит, была Российская империя, факт, факт. Стал Советский Союз, наследник Российской империи, факт, факт. Советский Союз по каким-то внешним причинам, которые были установлены, именно той силой, которую устроила Лигина все армяны, устраивает все эти безобразия на земле, разваливается, и образуется Российская Федерация. Что такое Российская Федерация? Это Российская империя. Если мы думаем, что это Олимпийский мишка, нам надо закрывать этот зуб. Мы имеем дело с Российской империей. Что такое империя? Вот Америка – это империя, Китай – это империя. Это хорошая конструкция или плохая? На подобный вопрос идиотский. Ответа нет. Потому что империя не может быть ни хорошей, ни плохой. Она империя. У нее конкретные параметры у этой империи. И она будет делать все, что ей нужно, для того, чтобы она утверждалась там, где ей нужно. Если мы принимаем это как факт, Анастас, я буду продолжать. Значит, принимаем. Итак, мы дело имеем с Русской империей, которая играет колоссальную геополитическую игру. Короче говоря, я хочу поставить точки над «и». Российская империя не плохая и не хорошая, а империя. Нужна территория Арцаха? Да или без армян? Дело не в армянах, а дело в территории. И это Российская империя. Что нам делать? Сопротивляться Российской империи? Ну, мы уже видели сопротивление Российской империи и Грузии, Приднестровья, Чечен. Наше непонимание геополитики, систематическое непонимание геополитики, которое привело к бойне в Арцахе, при участии, молчаливом участии Русской империи, которая нас подставила. И не надо стесняться правды руками азербайджанцев при содействии. И вот я сейчас скажу что-то, что, может быть, не очень воспринимается. Всего мира, весь мир участвовал в бойне армян-барцахи. Если мы согласны, что Российская Федерация это не олимпийский мишка, а это обычная жестокая, бескомпромиссная империя, ей нужен Арцах, пока Арцах, пока Арцах, как территория, за или без армян. И не надо распускать силеней в очередной раз и думать о том, что это друзья или не друзья. Вот эти вот идеи, патетические идеи о дружбе и не дружбе с дикарями, я очень извиняюсь, с дикарями, они неправильные. Вы можете говорить о моей дружбе с Арамом Бакартичаном, о моей дружбе и любви к Анастасу Исраиляну. Это другая история, это другой тип человека, я очень извиняюсь. Я не расист, я далеко не расист, но я верю в то, что существуют разные существа на этой планете, и я вижу армян, как совершенно других людей, не похожих, ни на кого, потому какие они испытывают искренние эмоции и мысли по отношению друг к другу и по отношению к своей родине. Поэтому думать, что подобное испытывают по отношению к нам, скажем, белый человек, которого здесь в Америке называют белым человеком, это по меньшей мере наивность, а по большому счету после того несчастья, которое нам принесли евреи и белые люди, руками турков и всяких остальных идиотов. Это просто тупость. Надо признать реалии. России нужен Арцах, и он ее будет. Этот Арцах будет российским никуда, а если не будет, будет кровь. Они уже доказали свою непримиримость в принятии своих решений и свою, я изменяюсь, подлость. Но это не подлость русских, это подлость империи. Это точно такая же подлость, как подлость американской империи. Мы не можем отрицать этот факт. Империи, если ты идешь против них, они тебя уничтожают. Хотите дать пример? Ну, Арама Катыча лучше всех знает, когда кто-то сопротивлялся Риму, вот они подходили к городу и говорили, сдавайтесь. Город говорил, нет, этот город уничтожали под корень, и все население уничтожалось. То есть это имперское отношение к миру и к нам. Что будет дальше? Будет ли удар по Азербайджану и Турции? Ну, может быть, может, да пошли они. Сейчас я говорю о нас. Что нам делать? И вот тут у меня лично у армянина возникает один вопрос. И ответ. Выживать. А что, что-то новое в истории армян? Выживание? А с каких пор термин выживания стал новым армяном? Или мы живем в Швейцарии, окруженные западными цивилизациями, людей, которые похожи на нас, которые не предполагают никакого физического уничтожения армянского народа? Нам надо выжить. Что делать? Выслушал. Я знаю. Ты знаешь мое отношение к России. Я знаю твое отношение. Проблема теперь не в политических или общественных оценках. Мне эту оценку уже давным-давно дали. Сейчас вот ты что нам делать? Читать Чернишевского сначала. Что делать? Чтобы понять то вопрос понял когда-то Чернишевский. На этот вопрос у нас нету ответа. Что делать? Мы сейчас троем разговариваем для того, чтобы обнадежить. То у нас есть чем заниматься и мы знаем, что делать нам, армянам. Из Арцаха, из Спюрка, из Армении. Мы знаем ответ на этот вопрос. Поэтому мы сейчас троем разговариваем и наша цель не воевать с империями. Эту ошибку мы допустили в протяжении последних три тысячи лет. Мы всегда воюем с империями. Не знаю, армян, наверное, проблем нету больше только воевать с империями. Если вот так на пальцах посчитать, то есть из наших дней обратно в историю. Российская империя, Советская империя, Российская империя, Османская империя, Византийская империя, Персидская империя. Дальше идем Арабский Халифат, идем еще ниже Империя Сассанида, дальше ниже уже Александр Македонский. В общем, не буду уже продолжать. У нас проблема. Мы должны остановиться, что с империями не воюют, с империями договариваются.